так вы же у меня парашники пиарщики виктор васильевич мы пиарщики ну так объясните мне парашники дуэль фехтование нормально же тема раздули понимаешь капюшон так почему всемирной паутине надо мной насмехаются мнение слушайте виктор василь еще вы все сделали правильно правильно я все правильно делаю а вот вы не дорабатывайте я вам за что сигнации то плачу а миллионы миллионы золота так в общем так прям сейчас мне выдали нормальную идею как все уладить понятно вольно а что если вы полетаете со стерхами я не знаю там амфру достанете со дна залива что позволено юпитеру не позволено быку боец дальше по а что если взять и перестать воровать из бюджета нам нужны реалистичные реалистичные тогда нападаем на аляску и возвращаем ее в состав россии вот это реалистично но такие решения не я принимаю а короче вы голый босиком и без оружия обезвреживаете целое здание в москва-сити захваченную террористами а ясно ничего не можете бездаре уволю вас к чертям придется все самому делать сейчас звяк на человечку все решим но почему такая ситуация вина ну что поможешь глава росгвардии виктор золотов героически предотвратил взрыв автомобиля в центре москвы напомню водитель бизнесмен из приморского края обещал взорвать машину газовым баллоном если ему не позволят поговорить с виктором золотовым и глава росгвардии не сдрейфил злоумышленник сдался именно после разговора с директором росгвардии виктором золотовым даже водитель признал что золотов настоящий мужик вряд ли те кто поливают генерала грязью отважились бы повторить его поступок и сесть в авто к человеку угрожающему взорвать себя вместе с машиной полагаю эти записи окончательно дают ответ на вопрос так был ли генерал золотов на васильевском спуске был